Парусные грибные, моторные суда, огромная настенная игра по краеведению Сахалина и уроки спасения на воде от профессионалов. Все это составляющие первого Сахалинского водного фестиваля. Это желание, это получить какой-то долю адреналина. Потому что когда ты грибешь, ты переворачиваешься, ты оказываешься в холодной воде, это в то же время неприятно, а в то же время ты с собой доволен. Это куча адреналина. Несмотря на пасмурную погоду и прохладный ветер, зрителей и участников на фестиваль собралось немало. Приехал, все классно, показался на сайт пока. Интересно, упал, порастал, все сухо, ребята, этот костюм, все нормально. Сейчас записался еще дальше покататься, ощущения классные. Всем желаю. Один из самых интересных видов спорта на фестивале представил клуб Сапсах. Сапборды, сокращенно от стендап бордс. На этой доске спортсмены передвигаются стоя, используя весло. Сахалинцы увидели это средство передвижения в Приморье и решили перенять новинку. Это увлечение для того, чтобы ходить по водоемам. Реки, озера, море. Интересно. На целый день ушел там, где пляж какой-то, да? Закрытый, скажем так, дикий. Все, позагорал. Вполне удобно. Все очень легко. Просто главное держать баланс. Правильно держать весло, правильно грести. И все, летишь, как птица по воде. Мимо пролетают другие птицы. Все, так что впечатления хорошие. И очень хорошая физическая нагрузка. Ну и скорость большая, если развиваешь. Встать на сапборт мог любой желающий. Еще одно доступное средство передвижения – катамаран с парусом. На нем участники отправлялись в небольшой круиз по озеру. Теперь у нас есть ледовый фестиваль, скальный фестиваль. И мы решили, что надо и на воду выходить. Все-таки Сахалинская область на воде. И надо сделать так, чтобы люди могли хотя бы раз в году приехать, посмотреть, что это. Если где-то они загорятся, они могут продолжить заниматься. И в бумеранге, и в тех организациях, которые сегодня приглашают попробовать себя на воде. А тех сахалинцев, кто не попал на этот фестиваль, организаторы из клуба «Бумеранг» ждут уже на следующий. Это событие уже запланировали на лето 2017 года. Продолжение следует...